Чтобы активизировать выдачу социальных карт заботы, представители шести первичных отделений партии «Единая Россия» посетили неработающих пенсионеров, которые состоят на учёте в Управлении соцзащиты, но ещё не получили эту карту. Буквально недавно представитель партии «Единая Россия» пришёл ко мне на дом, ещё раз уточнил, есть ли у меня эта карта, получила ли. По данным Управления соцзащиты, на сегодняшний день стоящим на учёте гражданам выдано порядка 1300 карточек заботы. Одна из категорий населения, охваченных проектом – люди с ограниченными возможностями здоровья. На учёте Управлении соцзащиты состоят 497 инвалидов, из них 87 детей инвалидов. Мерами соцподдержки воспользовались 550 граждан с ограниченными возможностями. Поход в магазин для такого человека сопряжён с определёнными трудностями. Да и отойти подальше от дома порой не получается, объясняет инвалид первой группы Наталья Мацук. Удобно, когда магазин или аптека находятся рядом, а тем более, если в них можно воспользоваться предоставленной социальной льготой. Максимально задействованы практически те именно учреждения, те магазины, которые нам нужны. В основном магазин – это, естественно, продукты, товары первой необходимости, тоже молоко, хлеб, овощи, фрукты. И предоставление скидки, пусть где-то она больше, где-то меньше, но это всё равно хорошо, это всё равно внимание, это всё равно забота. Радует и то, отмечает Наталья Владимировна, что в городе есть объекты торговли и услуг, где наряду с социальной картой заботы действует своя система скидок для льготных категорий населения. Некоторые скажут, что, например, по дисконту скидка от 3 до 5% – это мало. Я считаю, что копейка рубль бережёт. В нашем магазине, дело в том, что наш магазин является социальным магазином, льготная категория граждан у нас на весь ассортимент товара получает скидку 10%. В аптеке неподалёку от дома скидка по карте забота 5%. Кроме лекарств, которые Наталья Владимировна получает бесплатно, есть здесь и тот ассортимент необходимых ей товаров, который можно приобрести, пользуясь карточкой. У меня есть карточка забота. Вот она, пожалуйста. Позабудьте, у нас 5% скидки. Так, 5% скидки. Эта скидка составила 37 рублей. Из таких, на первый взгляд, небольших сумм складывается в итоге ощутимая экономия. Здесь действует забота. Всё больше стикеров с такими надписями появляется сегодня на дверях различных объектов Губкинского. Информация о пунктах выдачи социальных карт забота, а также перечень объектов торговли и услуг с их месторасположением и контактными телефонами размещена на официальном сайте администрации города, а также еженедельно публикуется в газете «Губкинская неделя». Ирина Заикина, Денис Гонцов. Новости Губкинского. Продолжение следует. Продолжение следует...